здравствуйте дорогие друзья с вами программа техника здоровья программа о технике которая помогает оставаться не только здоровыми и красивыми но еще и сытыми и довольными что немаловажно и сегодня с вами ее ведущие ольга лебедь и валерий воробьев здравствуйте и сегодня мы начнем с чего мы начнем с вакуумных упаковщиков все правильно да да я хотела бы рассмотреть эту тему вакуумных упаковщиков для чего это как пользоваться в домашних условиях какие есть преимущества и еще затронем очень интересную тему сувидов то есть готовки которая делается при помощи вакуума при низких температурах очень интересная технология которой расскажу подробнее давайте начнем с того что нам дает вообще в принципе вакуумная упаковка для чего она нужна в каких случаях она может быть полезна на самом деле это можно использовать каждый день быту так как это очень здорово продляет срок хранения наших продуктов все продукты которые хранятся при вакуумной упаковке то есть без доступа кислорода очень здорово в два в три раза и больше у них удлиняется срок хранения то есть кислородная среда как мы знаем она весьма благоприятна для развития бактерий правильно да бактерии тоже любят кислород как и мы и удаляя кислород при помощи вакуумного упаковщика мы тем самым подавляем размножение бактерий я все верно сказал все верно безвоздушное как раз пространство оно способствует хранению плюс еще сохраняется очень хорошо какие-то эфирные масла то есть то что очень здорово улетучивается от влаги сохраняется например там сахар чаи кофе те же орехи например если они чищены они очень здорово теряют свои свойства когда хранятся на открытом воздухе поэтому все это лучше конечно упаковать чтобы можно было в любой момент достать и опять упаковать и убрать ольга так что можно хранить в вакуумной упаковке что лучше хранить сырое или приготовленные в чем разница диапазон очень велик то есть например от первых вторых блюд и свежеприготовленных соков осыпучих продуктов например молочных продуктов тех же и сыров и свежей зелени овощей ягод сухие то что вы например уже от дегидрировали и вам тоже это надо сохранить как как можно дольше свежими с ароматом вот то есть ну в принципе все что мы кушаем можно упаковать вакуумную упаковку в том числе консервирование то есть тоже вакуумная упаковка своеобразная без соприкосновения с воздухом поэтому в магазинах то везде все и продается вакуумной упаковке мы может быть привыкли к этому не обращаем внимание но есть хорошие приборы которые помогают то же самое сделать дома и еще тоже продлить этот срок я смотрю что у нас очень много разных приспособлений здесь представлен для вакуумной упаковки расскажите пожалуйста что для чего предназначена и когда какие использовать хорошо конечно здесь немного их намного больше но мне главное показать принципы основные как что выбирать на что обращать внимание при покупке в домашнего себе вакуумного упаковщика ну начнем с того что есть ручные и электрические ручные да это собственно просто какой-то насос который откачивает воздух тут с этим то все понятно в чем его плюсы естественно то что он не привязан к электричеству это раз и в том что как правило это крышки вот эти стандартные крышки на 82 они подходят на горловину всех наших банок то есть пол-литровый литровый двухлитровая а банки с резьбой есть специальные крышки и под резьбу вот есть также крышки такие нестандартных размеров на горловину там 100 либо вот как типа майонезных банок либо под сок вот такие маленькие то есть просто насосик которым вы откачиваете воздух до несколько движения буквально все очень просто она уже держит и то есть этими же крышкой можно консервировать продукты просто естественно так же как при консервации обработать вначале не трогать внутри банку вот они многоразовые спустили воздух клапан и у вас также все опять открыто опять достали что-то опять откачали воздух чем хороши вот эти крышки во первых жидкость хранится все что жидкое либо что-то очень такое мнущиеся типа зелени то есть вы зелень не запакуйте например пакеты когда она помнется вот и зелень очень хорошо чтобы сохранить ее целом салат например очень хрупкая такое или шпинат лучше хранить это в каких-то вот банках и сколько зелень в такой банке может храниться в принципе если заявлено производителем что где-то около трех дней хотя в принципе зелень больше хранится до 12 это не она спокойно хранится до двух недель и и более я считаю что зелень может храниться до месяца если грунтовая зелень то есть на у меня по крайней мере дома так а вот это приспособление она тоже для таких же крышек или да принцип принцип такой же это корейский вариант есть еще вот такое интересное приспособление как вакуумные колпаки он состоит ну то есть это просто пластиковый колпак клапан посередине и резиночка по краю идет видите трех размеров они мы просто накрываем что-то скоропортящиеся например хлеб или тортик который у вас остался после праздника вот либо те же овощи откачиваем воздух до резиночка присасывается вот видите у вас и получается это просто может стоять как бы на столе ну либо в холодильник если это конечно там требует убрать в холодильник ну то есть вот собственно в быту каждый день очень очень удобная такая вот опция далее идут уже какие-то электрические варианты простые ручные то есть когда они тоже могут быть как-то с колпаками либо например такие зип-пакеты с клапанами клапаном присоединяйте и они многоразовые как правило видеть тут зип зип закрываете может быть что-то попробуем упаковывать давайте посмотрим как это делается аппетитная капуста а можно я попробую конечно валерий помогите если главное плотно закрыть зип-пакет и происходит магия достаточно достаточно да да и у вас получается вот такой продукт да открывается тоже очень просто ну собственно зип открываете свой зип опять достали пакет многоразовый плотной пленки вам хватит его надолго удобно экологично не надо каждый раз пластик выбрасывать просто очень да можно переходить к электрическим вариантам давайте очень популярные сейчас на рынке корейские приборы они недорогие порядка 7000 стоит с очень хорошим набором функций за за эти деньги сейчас стоит вакуумный упаковщик на самом деле достаточно просто то есть есть запаечная полоса который производит запайку вакуумная камера где происходит откачка воздуха хорошо если в вакуумном упаковщике например вот есть такие клипсы которые регулируют толщину вам пленки ширину пленки можно взять разные пакеты есть в рулонах есть готовые уже нарезанные разных размеров как кому удобно рулоны наверно как бы экономичнее то есть вы нарезаете сначала запаяли один край пакета сколько вам надо отрезали вот положили продукт здесь не готовый пакет а фактически рукав это рукав длинные пять метров или шесть там длиной и я предлагаю что-нибудь попробовать упаковать вот в пакет у нас тут замечательная цветная капуста брокколи морковь и овощи мы просто берем и кладем это все в пакет пакет кстати одноразовый или многоразовый пакета можно использовать многоразово просто обрезаете потом верхние и опять него можно упаковывать отлично самое главным положить расположить так чтобы край пакета оставался как раз в вакуумные вот в этом вакуумном желобке закрываем и нажимаем есть автоматический режим сейчас включилась уже автоматическая запайка то есть как только ему уже не остается как сказать воздуха он автоматически запаивает вот и открывает все вакуумные упаковщики отличаются как раз скоростью вот запайки то есть но мощностью какой они забирают литраж воздуха в принципе в домашнем да вот вот получается такой продукт плюс в том что кроме классических вот классической такой запайки есть дополнительная такая функция то есть можно отдельно купить шлангик который стоит 250 рублей на самом деле вот и есть возможность давайте вот как раз задействуем вот эту баночку да да есть возможность также налить жидкость первое блюдо либо сок свежевыжатый либо тоже зелень положить то есть все что вам не надо либо когда очень влажные такие очень сочные например фрукты либо овощи что когда вы начнете откачивать воздух они просто они могут сок из них тоже может потечь например когда вам надо так отрегулировать то мы кладем это тогда уже в емкости вот в эти и нажимаем так же он автоматически я вижу что у нас два разных прибора есть между ними какие-то отличия приборы отличаются не сильно значительно вот в этом приборе клипсы двигается регулируется под разную ширину пакетов здесь нет то есть клипсы фиксированная уже под определенную только ширину и вот за щелочки которые закрывают сам аппарат они по бокам находятся а здесь вот сверху принципе функции они те же важно упомянуть что в этих вакуумных упаковщиках они достаточно простые нельзя упаковывать с влагой то есть продукты то есть те же ягоды ягоды можно когда примут просто у вас вода например в пакетике то ее просто закачает внутрь то есть если вы хотите упаковывать влажные продукты либо что-то с жидкостью идут специальные профессиональные как правило в бытовых таких нету там и цена как от 140 тысяч специально для влажных продуктов ну жидкости всегда можно упаковать да да все верно как раз вот есть такой заменитель я бы еще хотела вас познакомить со следующим прибором повыше немножко классом это чистая швейцария он уже из нержавейки он более мощный и отличается тем что здесь есть как бы частичная возможность и еще и с влагой пакеты запечатывать какой-то небольшой то есть она туда не засасывается как здесь побольше такой вот желобочек который под вакуум предназначен может вакуумные упаковщики когда упаковывают жидкие продукты немножко другому принципу там нагнетается давление то есть а потом уже запаковывается вот здесь немножко другой принцип из плюсов то что здесь есть автор режим режима естественно пульса как раз когда вы сами просто регулируете вот это вот сколько вам надо откачать воздуха в любой момент можете остановиться чуть оставить там побольше пусть это мы нажимаем на кнопку и она работает да да вы нажимаете пока вы жмете на кнопку вас она откачивает то есть поэтому в любую секунду можете отпустить и здесь регулируется уровень мощности то есть откачки насколько он сильно будет откачивать на что не всегда надо чтобы сильно было например если опять же продукт мясистый какой-то и такой сочный то он просто сразу начнет вытягивать эту влагу из весь сок так сказать из продуктов перестарается немножко и здесь температура запаечного шва тоже бывает это важно это для разных пакетов своя температура и пакетов и под разные опять же цели если прям вот надо все сделать так максимально вообще чтобы там не было никаких шансов еще сделать двойную такой запайку на всякий случай то вот пригодится я хочу показать как это просто очень работает например вот эти прекрасные красивые тыквенные семечки кстати тыквенные семечки нам предоставила компания экотопия наш друг и партнер производитель экологичных натуральных продуктов у них замечательная упаковка но если мы хотим их хранить дольше и тут как раз мы это все упаковываем под вакуумом и у нас все становится вообще замечательно запаиваем то есть сейчас вы все делаете в ручном режиме я поставил до ручной режим все готово хрупкая женщина да вполне справляется с этим процессом да и вот уже прям буквально кирпичик получился очень-очень твердо видно что воздуха там практически нет а сейчас я хочу перейти ко второй части программы и валерий познакомить вас и наших зрителей с очень интересной технологии который готовится как раз при помощи вакуумного упаковщика технологии называется все вид итак дорогие друзья у нас как видите сменилась обстановка и вот такое вот чудо у нас сейчас появилась ольга скажите пожалуйста что это за устройство ну если немножко ругательными словами сказать то это ротационный тормостат проще сказать это все вид он более так на слуху эта технология то есть буквально перед переводится как готовка в вакууме в чем она заключается смысл этого прибора то есть сначала мы запаковываем в вакуум наши овощи и фрукты то есть неважно что любой продукт рыбу можно запаиваем откачиваем воздух и потом готовим внутри емкости выставлять температуру и время в чем плюс это получается и не варка как бы не запекание а что-то такое среднее так как нет соприкосновения прямого с водой у овощей то они не напитываются водой влагой то есть соответственно со все сохраняется внутри полностью все витамины микроэлементы сохраняется сохраняется вот этот они собственном соку как бы но с одной стороны термически обрабатывается но это все ниже 100 градусов то есть как правило это от 40 градусов до 85 происходит то есть можно в принципе даже считать это таким сыроедческим устройством ну в принципе здесь минимальная минимальная термическая обработка да вот у нас этот агрегат состоит из двух частей кастрюли это не идет в комплекте кастрюлю моя вот то есть сам это сам такой прибор что он делает то есть он опускается в любую емкость такой переносной есть конечно приборы которые уже идут с емкостью с готовой вот ну вот в принципе мне вам надо просто принцип объяснить он сдает температуру заданную держит ее в нем есть таймер и есть такая циркуляция воды то есть он все время мешает чтобы все это равномерно разогревалась вот мы его здесь закрепляем да есть вот такая у нас такой ключ струбцина очень удобно и собственно выставляем температуру и время все это очень легко выставляется экран сенсорный до сенсорной вот то есть минус можно уйти там ok ставите и время выставляется сколько по времени скажу что в принципе любая рыба готовится полчаса при температуре 50 градусов до принцип тоже очень простой то есть берем пакет вакуумный если это рыба мы просто закладываем рыбу добавляем оливкового масла специй а лимончика например запаковывать все это дело и опускаете выставляете температуру 50 градусов грубо 30-35 минут например мы можем даже мариновать масло мы можем взять оливковое масло и любое другое насыпать трав чеснока и при 70 градусов или менее 70 градусов поставить на два три часа четыре часа например и у вас получается то что делается как бы неделями так скажем при комнатной температуре здесь в разы все это убыстряется у вас получается ароматное масло уже и насколько я понимаю такого же эффекта невозможно достичь на обычные плите правильно потому что кастрюля будет греться греться ну да такого эффекта конечно не получится добиться так как он держит очень точную температуру до 0 1 градуса не позволяет то есть закипать закипать естественно да но и остывать соответственно очень точный прибор швейцарский это такая профессиональная уже профессиональный прибор для таких домашних шеф-поваров то есть это уровень хороший ресторанный уровень еще не каждый ресторан то имеет технологию суви то есть не каждый так заморачивается только достаточно такие продвинутые ну я предлагаю начать да не терпится перейти к рецепту попробуем то есть мы берем овощи мне например здесь нарезанные кабачки огурцы можно взять капусту так капусту чку обязательно чесночка положить мы его даже разрежем вот и упаковываем в тот же проповедь да все верно мы сюда еще бросим специи перца черного добавляем немножко масла вот и у нас такая будет как раз маринация и мы опускаем просто это да прямо в воду выставляем температуру и время температуру мы выставим при помощи удобного да 50 градусов окей 35 минут нас устраивает это уже нам достаточно и старт все прибор стал работать работает он практически бесшумно то есть легкая идет циркуляция да его почти не слышно он сам отключит он еще нам пропипикает подаст сигнал чтобы мы этот момент не пропустили нам все что остается наверное ждать хочу вам еще показать еще один рецепт по возможностям например вот можно сделать такой компотик замечательный там розмарин да мы берем ягоды замороженные делаем сейчас мы все это вместе наверное вместе проделаем я готов вам помогать отлично обязательно когда вы что-то жидкое такое мокрое складываете заворачиваете края пакетом чтобы они остались сухие так они хорошо потом спаяют влага может помешать за такое должно быть движение она автоматически вырабатывается мы берем ягоды свежим до свежи высыпаем пакет добавляем наш имбирь добавляем сок апельсина еще можно добавить немного водички для того чтобы это был именно контакт но он все равно будет концентрированным потом его разбавим конечно мы сейчас сделаем небольшую порцию это все можно сделать в большем объеме прямо сюда же мы можем да то есть ни одно и другое блюдо мы можем готовить параллельно конечно видите она уже каждая изолирована все вместе намешать емкость достаточно большая вот ну и собственно как бы мы ждем с одной стороны с другой стороны уже есть вот готовое которое я приготовила заранее у нас блюдо всегда важный тоже момент когда вы заканчивается у вас готовка очень хорошо сразу опустить это в холодную воду этот же пакетик тогда это поделился со мной шеф один шеф-повар вот этой хитростью тогда получается что вот этот весь сок уходит внутрь внутрь продукта да и от этого вкус очень ярче становится и меняется такую лучшую сторону знаете на самом деле я сама очень свое время впечатлилась технологии этой готовки поэтому с радостью делюсь и с вами самое время чтобы попробовать благодарю вас есть вкус огурца но если взять например помидор наш компотик который тоже уже заблаговременно приготовил да и который кстати не кипел а вот именно получается как бы настоялся ольга спасибо вам большое что показали нам столько всего нового интересного вкусного и главное полезного и дорогие друзья вам спасибо за то что были с нами и смотрели нашу передачу с вами были ольга лебедь и валерий воробьев до свидания слушайте прекрасно вообще я столько всего узнал нового всего лишь вакуумный упаковщик м-м-м-м